Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа «Час интервью». Я Григорий Антимоний. Мы продолжаем наш разговор с датским журналистом, моим старым другом Самуэлем Рахлиным. Ваша жизнь за эти 16 лет вне Родины была удивительной, не похожей на другие. Это, наверное, вообще был единственным датчанином, который родился в ссылке в Якутии. От Москвы до столицы Якутии почти 7 тысяч километров. Эта республика с территорией в 5 раз больше Франции, с населением в 1 миллион человек. Это один из самых холодных краев земли, известен своими природными богатствами и лагерями заключенных. Якуз очень изменился. Многих старых деревянных домов уже нет, но зато есть асфальт, кирпич и бетон. Найти улицу детства нетрудно. Правда, все кажется меньше, расстояние короче, чем в детстве. Но я все равно узнаю дома и улицы по дороге к нашему дому, куда я еду вместе с моей помощницей Леной, которая приехала со мной из Москвы. Она тоже выросла в Якутске. Улица Ломоносова пока еще похожа на себя. Весь квартал расчищается, чтобы освободить место для строительства нового жилья. А многим домам осталось совсем недолго жить, вот как этому дому под номером 26. Это наш дом. Мы оставили вашу семью в прошлой передаче после возвращения в Данию, когда, в общем, жизнь как-то наладилась. Отец получил работу, мама тоже. Ты заканчивал школу. Ну и как у тебя сложилось дальше? Как ты выбрал свою профессию? Сам по себе. Естественно, я разговаривал по-русски, владел языком. Я уже читал свободно, я писал. Я переписывался со своей учительницей в Якутске довольно много лет. И уже будучи, значит, когда я начал созревать, я уже стал постарше, меня... И я продолжал читать русскую литературу. Родители привезли довольно много книг, чтобы мы не забыли русский язык, и я читал. Я прочел очень много детской классики. И русской, и международной. Марк Твейна, Жюль Верна, Купера. Что считать? Ну, классиками детская Стивенсона, все эти классики. Рита и что... Ну, естественно, Робинсон Крузов, который ты упомянул. Так что язык остался у меня довольно активным. Когда я поступил в гимназию, у меня была возможность выбрать русский язык. Я, естественно, мне очень хотелось повысить свои квалификации. Мне было тогда 17 лет уже, когда я поступил в первый класс гимназии. И три года учился русскому языку. И тогда, в эти годы уже у меня начала развиваться тяга к этой тематике. Я начал читать поэзию, читать советские литературные журналы. Папа выписывал «Новый мир». Он читал, когда появился Иван Денисович, был напечатан. Это было в доме. И я уже тогда начал интересоваться, в первую очередь, переводами. И я начал переводить. Когда мне было лет 17 или 18, я перевел статью Корнея Чуковского о Пастернаке «Кажется, в юности». Я ее прочел, мне понравилось. Это была первая статья после скандала Пастернака и Нобелевской премии. Первая статья, которая появилась открыто в советской печати. Я ее перевел, немножко укоротил и предложил одной из ведущих газет в Копенгагене. И к моему, может быть, удивлению, не знаю, я был очень рад, когда мне редактор позвонил, сказал, да, мы напечатаем. И я учился в гимназии. Ну, я говорю, 17-18 лет. Но я попал в редакцию. Он меня попросил там зайти, что-то обговорить. И я впервые находился в редакции. Почувствовал эту динамику, эту жизнь. Люди кричат, запах, типографии, телефоны, табак. И эта динамичность. И на меня я понял, что это мое дело. Это мое дело. И потом уже начал как-то, вот, пошло совершенно как-то, как сказать, естественное развитие. До этого я еще, до окончания гимназии, я узнал про Йосифа Бородского. И мне это очень понравилось, его история, его поэзия. И я начал переводить его стихи. И обратился в литературный журнал, написал вводительную такую статью. И предложил ему напечатать. Они напечатали в 65-м году. Запрягай коня, довези меня. Там не терем стоит, а сосновый скит. И цветет вокруг монастырский луг. Ни амбаров, ни изб, ни гумен. Не раздумал пока, запрягай гнетка. Всем хорош монастырь, да с лица пустырь. И отец игумен, как есть безумен. И это постепенно начало, это вот были первые такие шаги. Там были еще другие литературные журналы, где я начал печататься с переводами. И потом я начал писать... Ко мне обратилась одна центральная газета и попросила меня написать лицензию на русскую литературу. Какой-то там вышли русские книжки на русском языке. Нет, на датском языке, извиняюсь. Я начал писать лицензии. И в это время я закончил гимназию, поступил в университет уже. И так пошло совершенно... И я понял. Хотя я начал по двум предметам учиться в университете. В институте словистики русской литературы, русская литература и история. И датская литература. Два предмета, чтобы стать учителем в гимназии. И после... Там, значит, это было бачелор. После первого, как я сдал на бачелор, меня моя старая школа пригласила... Там заболел учитель русского языка. Они попросили меня заместить его. Там три месяца. Я сразу понял, уже поработав там, что это не для меня. Моя любовь, это была журналистика. Мы жили здесь три года. С 1953 по 1956. Это мои родители, мой брат, сестра и я. Впервые после долгих скитаний жили в собственном доме, который нам не надо было ни с кем делить. Это было совершенно новое для нас ощущение. Они купили за 15 тысяч рублей. Смотри, это все сейчас... Все уже валится, все это... Последние... Последние судороги. Боже мой, вот и мой чердак. А вот здесь все и не стояли. Не сидел. Не мечтал о том, чтобы держать полудую. Мечта моя была. Я тут... Это все было закрыто. Вот тут можно было через сене подняться, зайти. Я там сидел, у меня был свой уголок там. И сидел там, свои вещи держал, мечтал. А потом вот через сене, понимаешь, я поднимался, залезал и на крышу. Там такой был у меня канатик маленький. И садился вот так, прямо вот на крышу поперек. И смотрел вот в ту сторону, где был лес. Да. Вот здесь. Вот, милостик просит. Да. Это кухня была вот здесь. Вот там печка стояла. Папа с мамой попросили какого-то печника. Литовец, поляк, какой-то специалист большой, знаменитый. И пришел, и нам построил эту печку. Она все годы на... Через дом обогревала. И тут мама, конечно, готовила. Там были эти железные штучки. А, бьюшки. Ну, заходи. Мила, сюда, в гостиную заходим. Покажи свою комнату. Ну, у меня комнаты-то как таковой не было. Понимаешь, тут было всего две комнаты. Это была и гостиная, и спальня. Вот тут, значит, перегородка была. Вот здесь. И здесь отдельная комната, которую мы сдавали. Здесь жило двое квартирянтов наших. Рита, Рита и Валя из Москвы, геолога двое приехали. Здесь у меня судачок стоял маленький, с игрушками. Здесь стол. Потом там еще кровать. Вот в этом... У печки. У печки. У нас ощущение такое. Побочно я начал делать большие переводы. Не только стихотворения, а меня вот это издательство, которое издавало вот этот литературный журнал, где я печатал стихотворения Бродского и других поэтов. Много разных советских поэтов. И они меня попросили перевести Солженицына в круге первом. Раковый корпус уже в это время был переведен. Но они попросили... Я сел, мне было 20 лет. Я думаю, 22 года. И я очень много времени... Большая задача была, большой труд. Но я перевел это, и потом последовало еще несколько таких. Я начал переводить тоже классику. Я перевел все пьесы Чехова для датских театров. И я понял, что у меня... Вот это мое дело. А потом, знаешь, когда меня взяли на работу на Датской радио в редакцию новостей, значит, на меня давили мои коллеги, потому что я пришел с академическим образованием, с университета. Это было необычно. Потому что датские журналисты, они все учились в одной школе. Такая высшая школа журналистики. И мне это надоело после первого года. И я решил, пошли вы все. И я подал заявку. Я узнал, что можно поступить на факультет журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке. И я подал заявку. И меня приняли в 1976 году. И я поехал туда. Поехал на мастерскую программу годовую в Колумбийском университете. И сдал экзамен, получил мастерскую степень. Но в это время датская ряда, где они мне дали отпуск, естественно, они решили открыть офис в Москве. Первый офис. У них не было ничего. Я узнал. Я посоветовался со своими руководителями там, в Копенгагене. И я горел желанием, конечно, получить это назначение. И из Нью-Йорка отправил свою заявку. И они меня пригласили. Я прилетел в Копенгаген на беседу. Там было несколько кандидатов из организации. Но мне, короче говоря, дали это назначение. Я до этого, в 1976 году, до того, как я поехал в Нью-Йорк, ездил в командировку в Москву. На какой-то партийный съезд меня отправили. Причем довольно интересный момент. Мой шеф в редакции по радио новостям немножко боялся отправить меня с моей биографией как спецскора в эту командировку. И он, значит, опомог здесь один сотрудник советского посольства. Он посоветовал моему шефу, чтобы меня в первый раз, чтобы открыть двери человеку с такой биографией, как у меня, сына спецпереселенцев, социально опасных элементов, вот эта биография вся, он ему посоветовал, отправь его в командировку с каким-нибудь датским министром, чтобы была какая-то дорожка. И они так поступили. Отправили меня в командировку в 1976 году в делегации министра внешней торговли. Я там пробыл, наверное, неделю в Москве, в Ленинграде. Так что была открыта дверь. И потом он, еще вот этот тот же самый человек в посольстве, он был, как это сказать, каунселор по печати, отвечающий за печати, мидиа, пресс-атташе. Аташе. Пресс-атташе. Он еще посоветовал отправить меня в Восточную Европу. И отправили меня на еще один партийный съезд к Хонекеру в Берлин. Так что у меня начало складываться профессиональный вот этот профиль. И когда меня назначили вот на эту должность корреспондентом датского радиотелевидения в Москве, уже было не так сложно. От человека вот этот аташе печати, кстати, который так советовал, объяснил, как поступить, его звали Олегом Горгевским. Здравствуйте. Благодарю вас. Он прошел. Он был знаменитым шпионом, да. Он был полковник Горгу. Совершенно точно. Он же работал в Копенгагене, где им начали интересоваться члены британской разведки. А я его знал лично. И, естественно, мой шеф его знал. И я с ним неоднократно встречался. Он знал мою биографию. И он мне устроил перед отъездом, очень мило устроил мне такую встречу с советским послом. И когда мы там разговаривали перед встречей, Олег Горгевский и я, он начал как-то со мной small talk делать. Мы так беседовали. И он говорит мне, ну, Самуэль, ну, скажи мне, признайся, все-таки у тебя в груди не поют две птички? Я понял, о чем он говорит. Оно сделал вид, что я не совсем понял. Он говорит, ну, 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 ты, Самуэль, ну, ты пойми, ты же вырос в Советском Союзе, ты был пионером, ты же пел советские песни, и ты все же знаешь, и ты закончил три класса. Я говорю, нет, Олег, вы ошибаетесь, нет, у меня ничего подобного нет, все мне ясно и все стоит на своих местах. Я уехал, и мы знали в круге журналистов, кто он был, что он работал в КГБ, а при открытии было вот это, что работник пресс-аташи. Я все время себе представлял, работая в Москве, что если там что-то было, кто-то за мной, что если мною интересуется, я себе всегда представлял, что это Олег Гордецкий, он же все про меня знает, и он там этим делом, моим личным делом, может быть, слишком высоко я о себе думал, разбирается. Ну, было у меня такое представление, но я понял, что совсем по-другому, когда я уже вернулся в 85-м году, и... Ну, это big, big news. Я был как раз в редакции, сентябрь, кажется, если я не ошибаюсь, 85-го года, и Олег Гордевский бежал, я оказался двойным агентом на службе британской разведки. И тогда я понял, когда он меня спрашивал про двух птичек, которые пели в груди, что это... Откуда это у него шло? Это был довольно занятный момент. Ты знаешь, это вообще потрясающая история. Очень интересно. Значит, один из самых знаменитых двойных агентов, двойных шпионов в истории советских спецслужб, Олег Гордеевский оказался твоим, ну, так скажем, крестным отцом в журналистике. Совершенно точно. Он открыл мне дорогу, объяснил моему шефу, как такому человеку с такой профессиональной биографией, как моей, как ему легче и проще открыть путь на эту должность и назначение корреспондентом датского радиотелевидения в Москве. Да, это так. В те годы быть западным журналистом, корреспондентом в Москве, в Советском Союзе было очень сложно. Во-первых, был весьма ограниченный круг общения. Ну, попросту все боялись общаться с такими людьми. Совершенно точно. Потом был специальный контроль за корреспондентами из стран НАТО, из Соединенных Штатов, из Канады и так далее. Мы помним, постоянно были какие-то скандалы. То кого-то высылают, то кого-то лишают аккредитации. Ну, и вообще муссировались всякие истории с их общением с так называемыми диссидентами в Советском Союзе. Вот скажи, как у тебя проходил вот этот период внедрения в советскую реальность, в советскую жизнь? Жизнь стала легче, чем тогда, когда мы жили здесь в 50-х годах. Гораздо больше удобств. Есть выбор товаров. Но от старых привычек не так легко отвыкнуть. Любимые русские счеты все еще в обиходе. Мой отец не знал, как считать на них, но потом быстро освоил эту технику и даже обучал продавщиц, как ими пользоваться. В период новых перемен в России в первую очередь пострадали дети и старики, малоимущие и больные. В далекой Якутии проблемы те же, что и по всей России. Мы бездомные живем. Да? Почему? Ну, потому что госпечное отопление некоторым. И под домом вода. Ну, понимаешь, я же с самого первого момента понял, что мне надо быть очень осторожным. Как-то не злоупотреблять вот моими преимуществами. Потому что я приехал, я очень хорошо подготовлен к этой работе. Во-первых, у меня был язык. Я очень хорошо понимал культуру, политику. Я много лет этим уже занимался. Я совершенно свободно, еще лучше, чем сейчас, разговаривал на русском языке. Что было очень необычно. Большинство западных корреспондентов, к сожалению. Ну, естественно, это было трудно. Но это же, если они не занимались, не были специалистами по русской истории или филологии, то им трудно. Они приезжали без языка. Большинство приезжали с курсом в школе Берлиц или начали заниматься русским языком через УПДК в Москве. И некоторые, конечно, через некоторое время научились довольно хорошо, но не до такой степени, как у меня. В это время, когда я приехал в 1977 году, уже после договоров, хельсинских договоров, корреспондентам дали более удобные условия для работы. Нам можно было работать на улице. Я мог идти со своей, правда, команда у меня была советская, но я имел право без разрешения выходить на улицу и брать интервью на улицах. И это, знаешь, это очень просто звучит, но тогда это было почти сенсационно, что можно выйти и с обыкновенными советскими людьми общаться на какие-то актуальные, спрашивать их, брать у них интервью на улице. Это произвело огромное впечатление на датское общество, на датских зрителей, что так можно было работать. А для меня это было очень просто. Это мне очень помогло, но, естественно, у меня были планы другие. Я не только хотел делать новости, краткие вот эти передачи, пару минут по актуальным вопросам, политики, экономики, культуры. Я это все сделал. У меня было видение открыть страну по-серьезному для датских зрителей и иностранных, других европейцев. Я хотел снимать документальные фильмы. И начал это делать, как только появилась вот эта возможность со своей командой. Мы снимали, тогда, конечно, видео еще не было, мы снимали на пленку, это было довольно сложно, трудно, но мы имели право отправлять непроявленные пленки в мешке, без всякой цензуры. Правда, конечно, есть контроль, потому что оператор, звукооператор, они были свои, так сказать, советские люди. Через них велся, конечно, контрольно, чем я занимаюсь, что я делаю. Все было подробно зафиксировано. Но, тем не менее, мне удалось делать очень интересные материалы. И через некоторое время, я думаю, первый документальный фильм я снял в 78-м или в 79-м году про советские дети. Назывался так «Советские дети. Привилегированный класс». Это я снял с рождения. Мне удалось с большим трудом снять в роддоме. Знаешь, очень было любопытно для нас, как для датского зрителя, а для западных зрителей, как пеленует советских «бэбис», потому что этого не было. И мне там врач или медсестра показала, как это делается и почему это делается. Туго-туго-туго пеленали вот этих маленьких детей, чтобы они не портили себе жизнь, чтобы было легче им, чтобы легче было маме, и чтобы легче было медсестре и врачам. А они лежали вот как маленькие... Как куклы. Как куклы. Совершенно вот так. И это было очень интересное явление. И я потом показал, как они прошли первые годы в школе до принятия их в пионерскую организацию. И так пошло вот постепенно, постепенно я начал снимать на разные... Я снял фильм про советских женщин, про советскую печать, про сельское хозяйство, про партийный съезд. Первым журналистом, первым западным журналистом мне удалось снять фильм про атомную станцию. Мне дали разрешение. Очень долго я этого добивался. Воронежскую атомную станцию. Это тоже было сенсацией. Уже после того, как я вернулся в Копенгаген, датское телевидение, они сделали такую маленькую брошюрку «Видео из России». И тут, значит, семь из моих документальных фильмов про детей, про женщин, масс-медиа, СМИ, «Атомная энергетика». Фильм о Высоцком, о котором ты все знаешь, который я снял после... Значит, только начал снимать после смерти Володи Высоцкого. Когда я узнал, я пошел один из очень немногих, вообще не только иностранных корреспондентов, но вообще съемочных групп, который пошел снимать это... Как только объявили, что Высоцкий умер, у меня было желание сделать фильм еще до этого, долго, об отношении русского человека, русских людей к своим поэтам. Это что-то очень особенное. Я долго мечтал о возможности показать, что это за явление культуры, менталитета, литературы. И мне это был просто подарок, когда... Не то, что я очень переживал, но это как... Как для журналиста это был подарок, когда произошла эта трагедия. И я пошел сразу снимать. В первый день, еще до похорон, я снимал на Таганской площади, в театре. Я знал Юлия Петровича Любимова, имел доступ к театру. И, конечно, в день похорон. И это, я думаю, стал тем фильмом из всех... Я снял около 10 фильмов, который больше всего прогремел и был показан почти во всех западноевропейских странах. Его показали у нас в Дании в январе 81-го года. Я потом копию фильма привез в Москву и показал вот кругу друзей Высоцкого, включая тебя. Позже я узнал, что когда он был показан, его могли смотреть в Таллине, в Эстонии. И его записали в финском варианте. И этот вариант начал гулять по Советскому Союзу. И потом мой, так сказать, прощальный фильм назывался... «Русские картинки». «Русские картинки», совершенно точно. И ты тоже присутствовал на съемках, где я хотел показать, как гуляют москвичи в этой среде русской, в театрально-музыкальной среде. Мы собрались у одного нашего общего друга, Валерии, в его студии, в его мастерской. Фотограф Валерий Нисанов, где собрались актеры, певцы, Саша Подболотов и другие хорошие ребята. И это был мой прощальный фильм, который тоже показали во многих других европейских странах. Но не в России, к сожалению. А ты помнишь там, как Саша Подболотов пел свой знаменитый романс «По дороге в Загорске»? «По дороге в Загорске». Да, он это спел мне. «По дороге в Загорске» Понимаешь невольно, «По дороге в Загорске» Что осень Затеряла июньскую удаль И августопышную власть, Что дороги больны, Что темнеет не в десять, А в восемь, Что тоскуют поля, И судьба не совсем удалась. Прошло семь лет. Семь лет. Семь лет. Семьдесят восьмого, с семьдесят седьмого по восемьдесят четвертый год. И я был готов к отъезду. Это были очень насыщенные годы. И для меня это было закругление, Вот этот фильм, Часовой фильм. И я получил стипендию, Scholarship, На журналистскую программу В Гарвардском университете. И я, значит, попрощался с Москвой. Помню это прощание, да. Да, это было там, Где мы жили, На Садовой Самотечной, Во дворе этого дипкорпа. Я пригласил, ну, не всех, Но многих своих друзей. Довольно широкий круг. Моего друга Гаррика И всех его друзей. У нас же было очень много общих друзей. Это было, мы же как-то На основе вот этого фильма Высоцком и то, что вы делали. Это был, я думаю, Это не хвастаюсь, Но я думаю, просто мне удалось Быть первым, который сделал документальный фильм. Это правильно. Я снял этот фильм, который прошел. И, естественно, у меня было Очень мало материала живого Высоцкого. Я потом понял, Что существует масса материала съемок, Которые потом, уже после перестройки, Начали появляться. Но в это было очень сложно Вот это собрать капельки и капельки. Но были люди, которые были готовы Со мной встретиться. Ну, Юрий Петрович, конечно, Любимов, руководитель театра на Таганке, Белла Ахмадулина, Юрий Трифонов, Булата Куджава. Дали интервью. Булата Куджава спел песню первый раз, Которую он написал На память о Высоцком. Так что было, но живого материала Высоцкого У меня не было. И все боялись мне поделиться со мной. Он был, но никто не хотел дать. И многие не хотели давать мне интервью. Наш общий друг Валерий Янклович, Валерий Павлович, Администратор театра на Таганке, Он не отказался, конечно. Он рассказал о своей работе, О своем знакомстве, Дружбе с Высоцком. Но это было тяжело. О Володе Высоцком Я песню придумать решил. Вот еще одному Не вернуться домой с похода. Говорят, что грешил, Что не к сроку свечу затушил, Как умел, так и жил, А безгрешных не знает природа. Ненадолго разлука, Всего лишь на миг, Всего лишь на миг, А потом Отправляться и нам По следам, по его, По горячим. Пусть кружит над Москвою Охрипший его баритон, Ну, а мы вместе с ним Посмеемся и вместе поплачем. Пусть кружит над Москвою Охрипший его баритон, Ну, а мы вместе с ним Посмеемся и вместе поплачем. Ну, я, значит, уехал в 84-й год. Это были очень темные годы. Это было... Я же там пережил Период больших похорон, Этих помпезных похорон. Один за другим Советские руководители умирали. И, как шутили мои друзья, Траурный марш Шопена Стал хитом в эти годы, Потому что играли его все время По радио. Умирали Устинов, Косыгин, Суслов И, конечно, Брежнев в 82-м году. Но потом умер Андропов, Юрий Андропов, Очень недолго просидевший Сидевший на посту Генерального секретаря. И назначили Черненко. И это было... Ну, черное время. Когда очень... Атмосфера была ужасной В стране. Цветущий застой, Как выражались Москвичи. Я уехал В 84-й год, И после меня Рухнул Советский Союз. Ты знаешь, Сэм, Вот 40 лет назад, Когда мы с тобой Познакомились, Я ведь не знал Твоей биографии, Не знал, что ты Родился в Якутии, Жил, Детство прошло В Советском Союзе, Но я был просто потрясен Твоему, Ну, скажем так, Виртуозному владению Русским матом. И это было Настолько поразительно, Настолько нехарактерно, Не то же для журналиста, А вообще для человека с запада, Что, я помню, На меня это произвело Совершенно неизгладимое впечатление. Да, Ты восхищался, да? Ну, поражен был, Как минимум, Это точно. Поражен. Ну, знаешь, Я считаю, Что этот Жаргон Один из лингвистических Даров Русского языка. Это очень богатый, Очень Сочный, Выразительный, Выразительная часть Русского лексикона. И Ну, не то, что я Хотел выпендриваться, Что я Понимаю, знаю, Умею Владеть Этой частью Великого, Великой Русской речи. Но Просто Это Очень Красочный, Очень Мне Это Как Филологу Мне нравилось. И, естественно, Мне это Очень все было понятно. И Я должен тебе сказать, Признаться, Это у меня еще Не только, что я Научился Так Владеть Этой частью Речи Будучи в Москве. Это я еще знал В своем детстве. Ну, да. Так что Это было Довольно Естественно. И Но Знаешь, В этой Тусовке, Как мы тоже Выражались Или сейчас, Как сейчас Выражаются В Москве В этой тусе Или в этом тусе Я не знаю, какой уроды Женский Или мужской Был Это Было Ну Любили так Выражаться Ну, самые Интеллигентные люди Так что Это было Довольно Интересно. Скажи, пожалуйста, Сам, А вот за все годы Твоей работы В Москве В Советском Союзе У тебя были какие-нибудь Проблемы С советскими властями С КГБ, например? Были какие-то Нелепые Случаи Но В основном Мое представление О том, что Олег Гордевский Сидит там На На Лубянке И следит за мной Конечно, за мной следили Конечно, когда я ехал В командировке Надо было всегда Просить разрешения Со мной ехал Человек Из Гостеля радиа Специально Как Моя тень Вроде бы Это была Помощь Но, естественно Всем было понятно Что это значило И я понял Знаешь Правила игры Естественно Я не обходил Тишиной Вопросы О Тему Диссидентства У меня была Масса Контактов В этой Среде И я встречался И я не скрывал Это Я делал Это открыто Как это могло быть Я Очень Рано Еще в 76 В первом году В первый Свой приезд Познакомился С Юлием Даниэлем И мы остались Друзьями За все годы Он приходил К нам в гости Мы были у него В гостях И Меня это не смущало Я не обходил Это стороной Но Я поставил себе Такую цель Довольно простую Если мне удастся Показать То что есть И чего не скрывается Так сказать От советской жизни Секреты Меня не интересовали Стратегические Объекты Меня не интересовали Меня интересовала Самая нормальная Обыкновенная Советская жизнь Это в школах Это в магазинах Это в предприятиях Это в театрах То что есть Если мне это удар Ну как советские дети Вот этот фильм Если я смогу показать Как пеленают ребенка И почему это делают Или как воспитывают Детей В первых классах В школе Почему принимают Так вот И целуют Советский флаг В этой организации И вот это я сделал И это произвело Огромное впечатление Это открыло глаза Людям Которые смотрели Эти материалы Для меня остается Загадкой Вот была Крохотная Дания И она и осталась Такой В которой Свои проблемы Свои интересы Да И вот Насколько Людей там Занимало То что ты делаешь То что ты снимаешь О Советском Союзе Фильмы Передач Зачем это Им нужно было Смотреть Жизнь За железным Занавесом Как это и было В тоталитарном Обществе Это я хотел показать Тоталитарный Образ жизни Тоталитарную Систему И образ жизни При такой системе Обыкновенных Людей И конечно Это пользовалось Огромным интересом И я этого еще не почувствовал По-настоящему Работая в Москве Потому что Не было так много Фидбэк Мне от своей станции Но я это понял Когда я вернулся В Данию Меня Узнавала вся страна И меня приглашали По всей стране Выступать С лекциями И рассказывать И показывать Свои фильмы И писать об этом Так что Это очень Я должен сказать Ну это Я не хочу Рекламу себе делать Но я был первым И впервые Люди увидели Как Что Что собой представляет На самом деле Советский Образ жизни Знаешь Сэм У тебя были Совершенно уникальные Условия работы В Советском Союзе Каких не было Ни у кого Наверное Из твоих коллег Журналистов Я понимаю У тебя было все Открыто Тебя пускали В любые Дома Люди с тобой Открыто общались Тебе показывали Жизнь Ну такой Как она есть Нормальная Советская жизнь Без прикрас Без вранья Ты видел все И старался Во всем Разобраться И в этом Думаю Было Твое колоссальное Преимуще Совершенно точно Перед Другими Журналистами Да Да И Ну знаешь Мои коллеги В частности Американские коллеги Которые очень активно Работали Они это признавали И они пользовались Мною как Источником тоже Просто как Профессионально Очень часто приходили Ко мне Советовались И очень часто Выходили со мной На мои репортажи И Мы ездили В командировки Вместе И Я Естественно Делился Чем я мог Из трех Наших Знаменитых Нобелевских Лауреатов Сахаров Солженицын Бродский С кем ты встречался У кого брал интервью Кого снимал Солженицыном Я встретился Когда Его Выдворили В 74 Году Он тогда Остановился У Ханрища Бөля В Германии Или в Кельне Или во Франкфурте Он искал Место Где ему Устроиться С семьей И ему Предложили Дом Сигрид Онцет Знаменитой Норвежской Писательницы И он Поздно Отправился Туда В Осло И приехал Сюда В Копенгаген Здесь его Встретили Официально Союз писателей Председатель Союза писателей Был его Так сказать Хозяином И пригласил В отдел И устроили тут Встречи Ужины И я на одной Из этих встреч Встречи Встретился С Александром Исаевичем Я переводил ГУЛАГ Архипелаг В это время В 74 Году Первый том Кажется Я переводил Тогда И у меня были Там разные Проблемы И мы На этой встрече Я должен был Спросить О некоторых Проблемы С переводом И объяснить Мне Что это Значило И у нас Получилась Довольно Какая добрая Беседа В Копенгагене И я с ним Потом поехал Я работал Тогда Фрилансером В газете Политикен Как я тебе Рассказывал Одной из Центральных Газет И они Меня попросили Поехать с ним Дальше В Осло И дальше В Лилихаммер Мы на пароме Плыли Потом на поезде И я провел И брал у него Интервью Это была Одна встреча До этого Я встретился С Иосифом Бродским Это было так Это в 72-м году Я уже Значит Я же Ввел Бродского В датскую Литературу Так сказать Сделал эти переводы В литературном Журнале И я Обожал Бродского И Когда он Появился В Вене Значит В июле В июле Кажется 72-го года Я уговорил Своего редактора Это было очень тяжело Потому что Их это не интересовало Вообще Кто там такой Что такое Бродский Непонятно Но я Показал ему Этот журнал Где я Его Сделал Его Введение На На датский язык И мне Удалось Его уговорить Я сел на поезд Нашел Значит Где Будет Где остановился Бродский Бродский Договорился С ним Как Я уже не помню Подробности Как мне это удалось Мне тогда было 25 лет Я еще не совсем Был опытным Журналистом Но Мне удалось Выйти на него Я приехал туда Вену Нашел эту гостиницу Я взял у него интервью Он там Был в номере у себя В гостинице Вместе с Карлом Профером Его издателем Американским Карл Профер И я провел там Целый час с ним Стараясь понять Обстоятельства Его выдворения Что произошло Как он Это Все Перенес И какие у него планы И Мы попрощались Мы напечатали Газета напечатала Это интервью Я перевел Одно из его Стихотворений Мне кажется Памятник Стихотворения Одно из его Естественно Ранних Стихотворений И Газета Политика Которая Напечатала Где я работал Они толком не поняли Что это был скуп Для Для газеты Такое Интервью Но проходит Значит Сколько там 16 лет Бродскому дают Нобелевскую премию Кто мне звонит Первым И говорит Самуэль Слушай Нашему поэту Дали Нобелевскую премию Я уже знал Я говорю Да я знаю Я Это был Главный редактор Который Не хотел Меня отправлять В эту командировку Он был Так гордился Что его Газета Была одной Из первой В Европе Которая Напечатала Интервью С будущим Лауреатом Нобелевской премии Для человека Частного И частности Эту всю жизнь Какой-либо Общественной роли Предпочитавшего Для человека Зашедшего Предпочтения Это довольно далеко И в частности От родины Его лучше быть Последним Неудачником Демократии Чем мучеником Или властителем Дум В деспотии Оказаться внезапно На этой трибуне Большая неловкость И испытание Ощущение этого Согубляется Не столько мыслей О тех Кто стоял здесь До меня Сколько памяти О тех Кого эта честь Минова Что окажись На этой трибуне Осип Мандельштам Мэрина Цветаева Роберт Фрост Анна Ахматова Уистон Олден Они невольно Говорили бы Именно за самих себя И возможно Тоже испытывали Некоторую неловкость Потом значит На следующий год Бродского пригласили В Стокгольм На лекцию Это уже после того Ему вручили Нобелевскую премию Мы встретились опять И он Естественно Помнил нашу встречу Очень доброжелательно Ко мне Тогда вот В 72 году Было очень трудно с ним Он был очень Сжатым Очень нервничал Нервничал Очень переживал Был в очень нервном Состоянии Естественно Это было пару дней После того Как он вдруг Появился На Западе В выдворенном И Наверное Уже тогда Понимая Что Ему Может быть Никогда Не удастся увидеть Эту страну И свой Любимый Ленинград Так что он был удрученным А здесь Вот когда мы встретились Вновь Он очень доброжелательно Даже так тепло Ко мне отнес Он Написал книжку Своих Очерков Less than one Очень мило Написал И пригласил меня Приехать к нему в гости Когда я Я уже знал Что я приеду в Вашингтон В девяностом году И буду там работать И Он Меня Пригласил И мне Мне Как-то Не удалось Осуществить Эту Встречу Хотя Были Возможности Но Я как-то Не мог Переступить Я не хотел Мешать ему И не хотел Думал Что Нету Времени Но я думаю Могло бы это быть И это была Наша последняя Встреча С Сахаровым У меня была Неоднократная Встреча Там На улице Чикалова Кажется Где он жил На Садовом кольце С его женой Еленой Бонар У него В квартире Неоднократно Я приходил Туда Один Или Со своими Иностранными Коллегами Мы с ним Общались Брали интервью Это Преступление Стоило жизни Почти миллиону Афганцев Котов 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 Целого Народа Велась Война На уничтожение Миллион Человек Погиб И это И это То Что На нас Лежит Страшным Страшным Грехом Страшным Укреком Мы Должны Смыть С себя Именно Этот Позор Этот Страшный Позор Который Лежит На нашем Руководстве Я Выступал Против Везения Советских Войск В Афганистане И за это Был Сослан В Горький Именно Это Послужило Главной Причиной И я Горжусь Этим Я горжусь Этой ссылкой В Горький Как Наградой Которую Я получил Дружеских Отношений Конечно Это не было У нас Не сложились И потом Естественно Его Отправили В Горький Но с ним Я тоже Встречался Неоднократно Это был Третий Нобелевский Лауреат Лауреат Шолоховым Я никогда Не успел Встретиться Наше время Опять подошло К концу И Я должен С тобой Попрощаться И попрощаться С нашими Зрителями Напомню Что у нас В гостях В нашей передаче Был Датский Журналист Сэмюл Рахлин Всего вам доброго И до следующей Субботы Вот так вот Обитаюсь Здесь В Якутске Ну и как? Неплохо Цены только Большие Пенсионеры Неудобно Немного Раньше я и знать не знала Что будут этим торговать А теперь пришлось Ой, не знали Что будем так жить На старость лет Всю жизнь Всю войну пропахали А теперь Хлеб не на что купить За квартиру заплатим И хлеба нет Жить нечем Ругают коммунистов А теперь демократы И эти же коммунисты Они ведь неоткуда-то приехали Все новые Русские Откуда-то появились Новые Якуты Да зачем это надо все Все мы люди одинаковые Жить надо Вот Всех жить хотим А то теперь пошли Пирогами торгуй Сигаретами торгуй Да кто чем может А это сколько? Пошки памятники закрывать Да Консервы Почему? Полтора По порядку бьют Берут? Броша Не бьют Совсем И каждые ждем Вот смерть Только бы Ничего не знал Завтра вздох Чем мы будем Такой жизни Завтра вздох Продолжение следует...